Здравствуйте, дорогие друзья! Христианская радиостанция «Голос надежды» начинает свою работу в эфире. Сейчас мы приглашаем к приемникам наших самых маленьких радиослушателей. Дорогие ребята, для вас звучит программа из рубрики «Детская страничка». Любимые дела покажите, маме помочь, сын или дочь. Доброе дело, как солнце светит, если кому-то помочь. Это любовь Иисуса, чудесный небоурок. Словом и делом всем помогать, как делает добрый наш Бог. Иисус на Голгофе страдая, умер за нас, умер Христос. Кровь свою он проливая, знаю, вечную жизнь не принес. Это любовь Иисуса, чудесный небоурок. Словом и делом всем помогать, как делает добрый наш Бог. Любимые дела покажите, маме помочь, сын или дочь. Доброе дело, как солнце светит, если кому-то помочь. Это любовь Иисуса, чудесный небоурок. Словом и делом всем помогать, как делает добрый наш Бог. Лазутчики и падающие стены Джейсон внимательно рассматривал статуэтку, опустив подбородок на край стола. Перед ним стоял высеченный из камня человечек, сантиметров двадцать высотой, в остроконечном головном уборе и одеянии, напоминающем женскую юбку. В одной руке маленький человек крепко держал длинное копье. Другой рукой он сжимал продолговатый щит. На поясе висел нож с широким лезвием, а ноги воина были обуты в сандалии и с грубой кожи. «А он очень древний», — спросил мальчик, не сводя глаз со статуэтки. «Не очень», — покачал головой профессор Эпплби. «Когда археолог находит статуэтку вроде этой, она обычно попадает в музей или хранится в каком-нибудь университете». «Это копия фигурки древнего воина, найденной в стране, которую мы называем Израиль. Его нашла Мэгги Би во время раскопок на месте древнего Ерехона примерно год тому назад. Она отыскала мастера в Иерусалиме, который сделал маленькую копию этого воина, чтобы она могла показать мне свою находку». «А, кстати», — послышался голос Марии из другого конца комнаты, где она любовалась маленьким караваном верблюдов, вырезанных из оливкового дерева. «Вы, кажется, говорили, что у вас есть фотография Мэгги Би. Вы хотели показать ее нам еще вчера, помните?» «Профессор Эпплби вскинул брови». «Да, было дело». «Давайте, мы поможем вам отыскать ее». «Представления не имею, где она может быть. Если мы начнем искать ее по всему дому вместе, то я чего доброго потеряю и вас тоже». Профессор Эпплби на мгновение задумался. «Вот что мы сделаем. Я включу вам запись, а сам тем временем отправлюсь на поиски. Договорились?» Стэйси, Мария и Джейсон поспешили к своим любимым стульям у камина. В глубине очага плясали языки жаркого пламени, прогоняя из комнаты осенний холодок. Старик настроил магнитофон и вставил кассету. «Прежде чем включить новую историю, я должен дать вам некоторые пояснения. Сначала вы услышите рассказ о смерти одного из великих вождей Божьего народа. Этот человек провел израильтян через жаркую пустыню к прекрасной обетованной земле. Но ему не суждено было войти в нее, и новый вождь занял его место. Все понятно? Понятно! На беспокойный лагерь израильтян опустилась ночь. Многочисленные семейства разожгли костры у своих шатров. Были слышны только приглушенные разговоры, в которых сквозила нотка удивления. Куда подевался Моисей? Почему он не возвращается в лагерь? Израильтяне поочередно пересказывали друг другу, где и когда они видели его в последний раз. Я видел, как он поднимался на гору. Он карабкался вверх, не сводя глаз с вершины. Иисус Навин хранил молчание. Но перед глазами у него стояла отчетливая картина, уходящий вдаль и постепенно скрывающийся из виду Моисей. Все уже разошлись по шатрам и легли спать, а Иисус Навин еще долго смотрел на пламя костра. Мерцающий огонь медленно угасал, оставляя после себя тлеющие красные угольки. А он все сидел у теплой золы, вспоминая своего доброго друга и размышляя о своих новых обязанностях. И вот в безмолвии ночи к нему обратился Бог. Моисей умер. Отныне ты будешь вождем. Ты введешь мой народ в обитованную землю. Будь сильным и мужественным. Напоминай людям, чтобы они были послушны каждой заповеди моего закона. Если исполнишь все, что я говорю тебе, то завоюешь всю землю, которую я обещал твоим предкам. Помни, я с тобой повсюду, куда бы ты ни пошел. Утром Иисуса звал весь народ к Скинии. Люди перешептывались между собой и с нетерпением ожидая, когда он начнет говорить. С небес нещадно палило солнце, отражаясь в его волнистых черных волосах, а легкий ветерок перебирал края его одежды, скрывавшей широкоплечье, мускулистое тело. Он стоял, не шелохнувшись, решительный и твердый, как настоящий воин, и терпеливо ждал, окидывая собравшихся печальным взором. Затем он промолвил тихо, но четко. Моисей умер. Вздох, плач и протяжный, приглушенный стон прокатились по толпе. Многие в отчаянии стали рвать свои одежды. «Собратья», — наконец заговорил Иисус Навин, повысив голос, «послушайте меня. Мы будем оплакивать смерть Моисея, но Господь по-прежнему с нами, и очень скоро мы войдем в обетованную землю». Тридцать дней народ оплакивал Моисея, осознав, наконец, как сильно они любили этого Божьего человека. Люди говорили друг другу, «Не было еще такого пророка, подобного Моисею, потому что сам Господь говорил с ним лицом к лицу». Как-то утром, перед восходом солнца, когда было еще прохладно и темно, к шатру Иисуса Навина пробрались два человека. «Заходите скорее», — тихо позвал их Иисус. «Я не хочу, чтобы какие-нибудь любопытные глаза или уши узнали о нашем разговоре». Те двое, не сводя глаз, смотрели на своего нового вождя. И во взоре их был немой вопрос, зачем он их пригласил. «Я хочу, чтобы вы перебрались через Иордан, пока еще темно», — сказал он, будто прочитав их мысли. «Вы должны проникнуть в город Иерихон и разведать все о нем, сколько людей там живет, готовы ли они к нападению. Осмотрите городские стены, в хорошем ли они состоянии, есть ли у них слабое место. Вернетесь, когда разузнаете все, что возможно. И помните, все сведения доложить лично мне. Вы не должны никому ничего рассказывать, даже собственным женам. А теперь идите, и да благословит вас Бог». Иисус смотрел след мужчинам, которые тихо растворились в предрассветном мраке. Он очень хорошо помнил, как сорок лет тому назад сам выполнял роль разведчика. Ему вовсе не хотелось, чтобы недобрые вести, вернувшихся с разведки лазутчиков, схолыхнули еще одно возмущение среди народа. Лазутчики тихо и незаметно подобрались к Иордану, как и приказал им Иисус. Осторожно ступая по скользким камням, они вошли в глубокий поток по самую грудь. Сверху на них удивленно взирала Венера, ярко сверкавшая в розовеющем небе, пока двое смельчаков боролись с течением, стараясь удержаться на ногах. Наконец, они выбрались на противоположный берег и стали дожидаться первых лучей на рождающейся зари. Добравшись до обнесенного высокими стенами Иерихона, они смешались с толпой, подступившей к только что открытым городским воротам. Пригнув головы и опустив капюшоны на лица, они проскользнули в город, воспользовавшись сутолокой и шумом. Оказавшись внутри городских стен, они потихоньку выбрались из толпы и помчались по затененной узкой улице. На протяжении всего дня они прислушивались и присматривались, делая вид, что разглядывают товары на рынке, иногда даже покупая что-нибудь. Когда наступил вечер, они почувствовали на себе недоверчивые взгляды и поняли, что надо быстрее искать укрытие. Но где? И тут они вспомнили один дом. Весь день его посещали мужчины разного возраста и разной наружности, которых с наступлением вечера стало как будто еще больше. Этот дом был выстроен прямо на городской стене, откуда открывался широкий обзор по обе ее стороны. «Пойдем туда», прошептал один израильтянин другому и, держась поближе к стене, они поспешили к намеченной цели. На одном дыхании они взлетели по ступеням и забарабанили в дверь. Дверь распахнулась. На пороге стояла красивая женщина с грустным взглядом и ярко накрашенными губами. Казалось бы, она совсем не удивилась, увидев перед собой двух незнакомых мужчин. «Заходите», — пробормотала она хриплым голосом. Двое израильтян пристально посмотрели на женщину, развлекавшую мужчин за деньги. Не успели они произнести ей слово, как она сказала. «Меня зовут Рааф. Я принесу вам выпить, а затем мы поговорим». «Подожди», — сказал один из лазутчиков. «Нам от тебя ничего не нужно, кроме места для ночлега». Рааф окинула их внимательным взглядом. Затем у нее как будто гора спала с плеч. «Я знаю, кто вы», — вдруг воскликнула она. «Вы израильтяне, верно?» «В городе только и разговоров об израильтянах и об их боге, который осушает моря и сокрушает целые армии». Она хотела сказать еще что-то, но ее перебили громкие голоса и удары в дверь. «Открой немедленно! По приказу царя!» — крикнули за дверью. Не говоря ни слова, она указала на лестницу, ведущую на крышу ее дома. Лазутчики мгновенно поняли ее замысел и бегом взобрались по каменным ступеням. Затем Рааф приникла к двери и, намеренно растягивая слова, делая вид, что зевает, проговорила. «Вам придется чуточку подождать. Вы застали меня врасплох. Я не совсем одета». Она рассмеялась, как бы заигрывая с солдатами, а сама помчалась вверх по лестнице на крышу, где в свете звезд стояли два незнакомца. «Скорее!» — прошептала она. «Ложитесь! И лучше подальше друг от друга. Если они найдут одного, то, может быть, не заметят другого». Она сгребла в охапку большую кучу растеленного для сушки льна и прикрыла сначала одного разведчика, а затем другого. Затем, еще раз оглядев крышу, она сбежала вниз по ступенькам. Отперев засов, она настежь открыла дверь и улыбнулась свирепым солдатам. «Милости прошу!» — вкратчиво промолвила она. «Что привело вас ко мне в столь поздний час?» «Где они?» — закричал их начальник. «Где эти лазутчики? Нам донесли, что в твой дом вошли два израильтянина, посланные разведать, как лучше напасть на наш город». Рав заколебалась, но лишь на мгновение. «Кто для нее эти чужеземцы? Почему она должна рисковать ради них своей жизнью?» Но в их честных лицах она увидела то, чего так жаждала — надежду на лучшую жизнь. «Они действительно сюда заходили», сказала она спокойно, «но уже ушли. Можете обыскать дом, если хотите». Лицо ее озарилось очаровательной улыбкой. Солдаты бросили на нее хмурый взгляд, проворчали что-то, а затем повернулись и ушли прочь. Рав чуть подождала, чтобы удостовериться, что они не вернутся. Затем сбежала по лестнице на кровлю. «Можете вылезать!» позвала она громким шепотом. Израильтяне выкарабкались из-под льна. В волосах, из ушей, из рукавов отовсюду у них торчали пучки соломы. Рав прикрыла рот рукой, чтобы сдержать смех. Вид у них и вправду был очень забавный. Впрочем, когда разведчики принялись благодарить ее за помощь, к ней вернулась серьезность. «Я не выдала вас, потому что слышала о вашем Боге», сказала она им. «Всем известно, что Израиль вот-вот нападет на Иерихон, и все боятся вашего народа». Мужчины чуть улыбнулись при этой мысли, ведь у Израиля было очень мало оружия, не говоря уже об опытных воинах, но зато у них был Бог, самый лучший полководец в мире. В глазах Рав загорелись какие-то новые искорки. «Я верю», — сказала она серьезно, «что ваш Бог — Всевышний Бог неба и земли, в отличие от богов других народов. «Теперь я прошу вас только об одном. Поклянитесь мне, святым именем вашего Бога, что когда Иерихон будет завоеван, вы оставите в живых меня и мою семью. Так вы сможете отблагодарить меня за помощь. Мы обещаем сделать то, что ты просишь. Ты спасаешь нашу жизнь, а мы спасем твою», — заверили ее разведчики. На лице ее мелькнула улыбка. Она достала длинную красную веревку. «Я спущу вас на ней по стене», — объяснила она, торопливо обвязывая веревку вокруг бревна, торчавшего из кирпичной стены. «Когда окажетесь внизу, бегите в горы и скрывайтесь там три дня, потому что все это время вас будут искать. А после возвращайтесь к своим». Первый израильтянин ухватился за веревку, наскоро поблагодарил и перевалился через край. Затем настала очередь второго разведчика. Взяв веревку и, поставив ногу на край окна, он повернулся к Раав. «Ты останешься невредимой, только если все израильские воины смогут узнать твой дом. Пусть у тебя из окна свисает эта же самая пурпурная веревка. Увидев ее, мы не тронем никого в этом доме». Затем, ухватившись за веревку двумя руками, он соскользнул вниз и исчез из виду. Раав неторопливо подтянула веревку назад в окно. «Развязывать ее она не стала. Придет время, и я снова опущу ее», сказала она себе. «Я верю, что Бог Израиля есть Бог Всевышний. Он спасет меня и мою семью. И он так и сделал». Доброта и смелость Раав остались в памяти израильтян на многие и многие годы. Ее жизнь коренным образом изменилась. Она научилась любить Бога и впоследствии вышла замуж за человека из израильского народа. Раав удостоилась чести стать прародительницей обетованного спасителя. Того, кто был обещан Богом Адаму и Еве еще в самом начале человеческой истории. Пусть со мной Аллилуйя, Пусть со мной благодарю, В этом нам благословенье Этим я Христа хвалю. За покой Сон ночной Сон ночной Солнца Лучек Золотой И За воздух Что мне Жизнь Дарит Пой со мной Аллилуйя Пой со мной Благодарю В этом нам Благословенье Этим я Христа хвалю Пой со мной Аллилуйя Пой со мной Благодарю В этом нам Благословенье Этим я Христа хвалю Пой со мной Аллилуйя Пой со мной Благодарю В этом нам Благословенье Этим я Христа хвалю Пой со мной Благодарю Пой со мной Благодарю Пой со мной, благодарю, в этом нам благословенье, этим я, Христа, хворю. Что из мертвых воскресил, силу ада победил, и меня он новым сотворил. Пой со мной, аллилуйя, пой со мной, благодарю, в этом нам благословенье, этим я, Христа, хворю. Пой со мной, аллилуйя, пой со мной, благодарю, в этом нам благословенье, этим я, Христа, хворю. Пой со мной, Аллилуйя, пой со мной, благодарю, в этом нам благословение, этим я Христа хвалю. А теперь несколько слов для ваших родителей. Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки, приглашаем ваших детей и внуков стать нашими учениками и прикоснуться к великим истинам Библии. Условия обучения подробно описаны в первом уроке. Ребята будут заниматься по мере своих возможностей, их никто не будет торопить. По окончании обучения вместе с дипломом наши юные выпускники получат прекрасно оформленную детскую Библию. Итак, ждем ваших детей и внуков в нашей заочной библейской школе «Небесный лучик». Чтобы приступить к занятиям, достаточно прислать заявку по адресу 127 473 Москва, Абоневский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос надежды». Посетите также и наш сайт в интернете. Его адрес www.golosnadежды.ru Ждем ваши письма. До свидания. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok